Порядок осуществления приёма заявлений на выплату пенсии, изменение способа выплаты пенсии. Как происходит данная процедура, расскажем в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Граждане Российской Федерации могут подавать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства, месту пребывания, либо фактического проживания. Одновременно с заявлением об установлении пенсии можно подать и заявление о доставке пенсии. Когда человеку уже назначена пенсия, ну вот получал, например, на один банк, потом захотел получить на другой банк пенсию, да, он подаёт заявление о выборе, о способе выбора организации, кредитной организации. То же самое на период вот этих всех мероприятий, связанных с коронавирусом. Мы точно так же по телефону связываемся, или они нам звонят, мы с ними связываемся, после подбираем дело, смотрим, где получают, потому что, возможно, у нас есть такие пенсионеры, которые в течение месяца могут по два раза поменять способ доставки, чтобы не было неувязки. То есть, ну всё, смотрим по каждому конкретное дело. В настоящее время пенсионерам доступно два способа получения пенсии – через отделение почтовой связи и через кредитные учреждения – банки. Пенсионер по своему желанию может получить пенсию в кассе почты или ему могут её доставить на дом. В случае выплаты пенсии через отделение почтовой связи каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с утверждённым управлением Федеральной почтой связи графиком доставки, в строгом соответствии с доставочным участком. Получение пенсии через Почту России сопряжено с определенными неудобствами. Это наличие больших очередей в случае получения пенсии в кассе почты, а также необходимость в определенный день месяца добираться до отделения почты. Вариант получения пенсии на дому более удобный, но вынуждает пенсионера в день получения пенсии проводить все время дома в ожидании почтальона. Отметим, что пенсионер за доставку пенсии не платит. Стоимость услуги по доставке пенсии и других выплат возмещает Пенсионный фонд России. У нас, когда первое время была почтобанк, наверное, тоже план у почты был, сколько-то заявлений принять на перевод почтобанк. И они уговаривали пенсионеров, а они не понимают. Пенсионеры, которые получали на почте, к ним приходит почтальон и приносит к ним домой пенсию. А почтобанк, она должна прийти на почту, вот этот стоит терминальчик на почте, больше нету нигде. А потом, когда один раз, она, ой, нет, давайте назад. Пенсионер может выбрать в качестве доставляющей организации банк. Для этого необходимо открыть в банке счёт и предоставить его реквизиты в территориальный орган Пенсионного фонда России. При этом следует учитывать, что можно выбирать в качестве доставщика пенсии лишь тот банк, на территории региона проживания, с которым отделением Пенсионного фонда России заключён договор о доставке пенсии. Сменить доставщика пенсии можно в любой момент. Ограничение по количеству обращений с заявлением об изменении способа доставки не установлено. Для этого необходимо подать письменное уведомление в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту получения пенсии. В случае, если получатель выбирает доставку пенсии через банк, необходимо также будет указать реквизиты счёта, на которые он будет получать пенсию. Заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать и в режиме онлайн, не посещая Пенсионный фонд России, воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет», застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России. Для этого необходимо просто заполнить предлагаемую форму заявления с некоторыми личными данными. После этого с указанного заявителем периода пенсия будет доставляться с учётом выбранного им способа. Продолжение следует...